В прямом эфире седьмого новости в студии Игорь Буренко. Здравствуйте! Теперь электронные пенсионные... Вощатбанки начали выдавать пенсионные удостоверения нового образца. Документ совместит в себе удостоверение личности и платежную карту. Получить его можно бесплатно в обмен на старую карточку. Первыми электронные пенсионные удостоверения получат пенсионеры-переселенцы. Напомню, с 1 июля этого года внутренние перемещенные лица могут получить пенсии, соцпомощь, компенсации и госстипендии исключительно в отделениях Ощатбанка. Сегодня вступил в силу закон о снижении ставок акцизного сбора на поддержанное авто. Понижение налога будет распространяться на машины, которые были выпущены с 2010 года. Такая норма действительно до конца 2018-го. К слову, акциз может быть снижен от 2 до 28 раз. Стоимость будет зависеть от объема двигателя. Например, растаможка иномарки с объемом двигателя 1 литр обойдется в 63 евро акциза вместо 1370 евро. Плюс ввозная пошлина для автомобилей из ЕС будет постепенно снижаться. В этом году около 9%, ну и НДС – 20% от стоимости авто. По приблизительным расчетам, такая машина стоимостью в 3000 евро обойдется в итоге примерно в 4000 евро. Согласно закону по льготным условиям, в течение года один человек сможет привезти только один автомобиль. Пожениться за час. В экспресс-ЗАГСе расписали первые три пары молодоженов. Им вручили свидетельства о браке, а также сертификаты на покупку бытовой техники. И теперь для того, чтобы связать себя узами брака, нужно всего лишь позвонить и договориться о времени. Как будет работать домик, бракосочетание и сколько стоит услуга, знает Анастасия Кожушка. Три дубки налево, три дубки направо, коза гуляет веселя. В вышиванках под народной песней с караваем. Так в экспресс-ЗАГСе встречают первую пару новобрачных. Наталья и Юрий Волковы вместе около двух лет. У них уже есть маленький сыночек Кристофер, ему всего две недели. Говорят, пышной свадьбы не планировали, поэтому для них это самый удобный вариант пожениться. Мы хотели как-то нестандартно, как-то быстро. И так и вышло. И как-то вот, ну вот как-то так. И вот нам как бы вселенная преподнесла вот это предложение. Причем совсем неожиданно. Первым трем парам вручили свидетельство о браке, а также глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили подарил новобрачным сертификаты на покупку бытовой техники. Поздравляю вас. Спасибо большое, что оказали нам доверие. Я не знаю, или это хороший подарок, или нет. Нет, очень. Я знаю, я знаю, но ваучер на стиральную машину, это просто стиральная машина, это метод закопаления супруги, но надо, чтобы супруг тоже стирал. Теперь для того, чтобы пожениться, нужно просто позвонить по телефону и назначить время. Всю дополнительную информацию можно посмотреть на сайте Центра админуслуг. Также первые пять дней новобрачные оплачивают лишь государственный взнос. Далее услуга будет платной. Все бюджетные платежи, которые входят за эту услугу, это госпошли на 85 копеек и 1804 гривны. Это выходной день. И 902 гривны – это будний день. Домик для бракосочетаний будет работать круглосуточно и без выходных. До конца лета он будет находиться у здания обладминистрации. Затем его функции будут выполнять в Центре обслуживания граждан. Анастасия Кожожко, Алексей Барановский, 7 канал. Жить и видеть, как растет ее дочь – это главное желание Кристины Калеевой. Молодая мама трехлетней дочки уже четыре месяца борется со страшным недугом – хронический мелобластный ликоз. Такой диагноз поставили ей врачи. Ей нужна срочная дорогостоящая операция. Родные и близкие Кристины организовали благотворительную акцию, чтобы собрать нужную сумму. Она, желая, радовалась жизни. Никто и подумать не мог, что Кристину Калееву одолеет страшный недуг. Хронический мелобластный ликоз – такой диагноз поставили ей врачи четыре месяца назад. Первый курс химиотерапии девушка уже прошла. Для повторного и поддержания ремиссии ей нужно собрать еще около 10 тысяч долларов. Далее – пересадка костного мозга в Белоруссии. Но финансы семьи уже на исходе. Сейчас мы уже потратили, можно сказать, 15 тысяч долларов своих. Продали то, что могли продать. Сейчас собираем ее на пересадку, на остальную химию, которую надо делать. Деньги мужу Кристины помогают собирать родные, близкие и просто добрые люди. Они напекли разные пирожные и печенья и устроили в парке Горького небольшую акцию. Также в организации помогают и волонтеры проекта «Время добрых дел». Все вырученные деньги пойдут на лечение Кристины. Они кинули клич, не хотите ли вы там все кулинары или там просто какие-то творческие люди, или просто добрые люди, не хотите ли помочь собрать деньги для девочки. А мы, так как мы не близкие друзья, но друзья откликнулись на помощь. Акция привлекла внимание прохожих. Всего за несколько часов друзьям девушки удалось продать почти половину. К сожалению, сама Кристина не смогла прийти на акцию. Мы очень надеемся, что мы выручим сегодня побольше денег и сможем ей хорошо помочь. Если у вас есть возможность помочь Кристине жить и видеть, как растет ее маленькая дочь, вы можете перечислить деньги на карту «Приватбанка» на имя Кристины Калеевой. Анастасия Кожушка, Алексей Барановский, Седьмой канал. Приют для животных на шестом километре Авидеопольской дороги остался без водоснабжения. Сейчас здесь находится больше трехсот кошек и собак, и все они хотят пить. Сотрудники учреждения «Четыре дня» пытаются выяснить, кто и почему без предупреждения отключил огромное предприятие от воды. Все подробности узнавала Юлия Федорова. Это ведро с обычной водой. В немецком приюте нынче дефицит. Сотрудники предприятия сейчас работают в экстремальных условиях. Четвертые сутки без воды. Такую жару обязательно два раза в день мы по ведру воды ставим, как минимум в каждый вольер. Это очень важно. Без воды животные не могут. На градуснике плюс 35. Животные изнывают от жары и жажды. Без водоснабжения вся жизнедеятельность приюта остановилась в один момент. Это клиника приюта. За день здесь проводят больше 20 операций. Сейчас здесь пусто. Из-за отсутствия воды ветеринарные врачи просто не могут работать. В приюте вынуждены прекратить прием животных. Здесь не могут проводить операции, спасать и стерилизовать бездомных кошек и собак. Все инструменты нужно тщательно мыть после каждой процедуры. Для этого необходима проточная вода. Лежат животные, которые поломанные, имеют травмы позвоночника или таза, и они обездвижены. Таких животных мы регулярно обмываем, моем. То есть для этого нужна тоже вода. В каждом блоке стоят переполненные стиральные машинки. Еще пару дней без воды и в вольерах начнется антисанитария. Тряпочки, постилки для животных. Вот эти тряпочки, они каждый день засыряются. Их очень много. Их надо каждый день стирать. Волонтеры и сотрудники приюта выкручиваются как могут. Привозят воду в баклажках и бутылях. Чтобы напоить всех подопечных, в день нужно не меньше ста ведер воды. Сплачиваются люди, готовы нести эту воду в руках, в зубах, как угодно, лишь бы напоить животных. Пломба Инфоксводоканала появилась на вентиле еще в пятницу. Но задолженности перед предприятием у приюта нет. По словам директора Ирины Наумовой, перекрыть воду за неуплату просто не могли. Это уже просто чрезвычайная ситуация. Все наши обращения в Инфоксводоканал результатов не дали. Мы даже не можем выяснить причину, почему перекрыли воду и кто в этом виноват. В Инфоксводоканале нам подтвердили, претензий к немецкому приюту у предприятия нет. Сейчас в районе улицы Аэропортовской проводят технические работы по поиску утечки. Когда они завершатся, немецкий приют снова получит воду. Юлия Федорова, Валентин Мирза, Седьмой канал. Один человек пострадал в результате стрельбы на Морозлиевской. Инцидент произошел в субботу вечером во время драки двух групп молодых людей. По информации полиции, 29-летний житель области достал стартовый пистолет, переделанный в травматическое оружие, и несколько раз выстрелил в 26-летнего одессита. После этого группа из трех человек начала убегать, но вскоре их задержали военнослужащие нацгвардии Украины. Как сообщили правоохранители, информация о пострадавшем во время конфликта нацгвардейцы не соответствует действительности. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему поставили диагноз хранения грудной клетки и таза. После предоставления ему первой медицинской помощи он от госпитализации отказался. Тот, который стрелял, и двух его друзей, было доставлено в Приморский отдел полиции, где по данному факту было открыто уголовное производство по части 1 ст. 263 незаконное обращение с оружием и части 4 ст. 296 хулиганства Уголовного кодекса Украины. На рынке 7-й километр грабитель напал на иностранца. Злоумышленник приставил к голове мужчины пистолет Макарова и попытался отобрать сумку. В ответ на угрозы иностранный гость закричал. Вора задержали, охранники рынка им оказался 19-летний безработный житель Авидеопольского района. Он пояснил, что на преступление пошел из-за нехватки средств. За содеянное парню грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Самые высокие одесситы отметили юбилей своего движения. 5 лет назад они объединились. И теперь участники клуба собираются не только по интересам, но и по росту. С самыми высокими одесситами общалась наша съемочная группа. Эти девушки почти под метр девяносто. Своим ростом они гордятся и даже носят каблуки. Мы самые красивые женщины, потому что мы высокие, потому что мы в себе уверенные, потому что на нас смотрят все, потому что для женщины быть в центре внимания – это важно, потому что это ощущение того, что ты выше других. Ну, я знаю, что нам завидуют, но, в принципе, это только добавляет радости нашей жизни. А вот и самый высокий участник движения. Левкитик 2 метра 17 сантиметров. Своего роста достиг уже в возрасте 17 лет. Говорит, в юношестве немного комплексовал. Сегодня свой рост считает преимуществом. Ну, потом, как-то со временем, с возрастом вроде бы, или ум приходит, или как-то уже понимаешь, что это классно, это круто. И вот когда встречаешь таких же людей, которые у меня тоже твоего роста, которые тоже разделяют такие же проблемы, то есть ты понимаешь, что ты не один такой, и это круто. На встречи высоких людей в Одессе приезжают участники с разных городов Украины. И даже из США. Даниил родился в Нью-Йорке, но уже несколько лет живет и работает в Киеве. А два года назад парень присоединился к движению высоких людей в Одессе. Люди поменьше, они привыкли видеть, если ты выше, они так привыкли смотреть на тебя, ориентироваться на тебя тоже в каком-то смысле. В чем-то надеяться на тебя, что ты знаешь что-то больше, чем они. На этих встречах люди не просто весело проводят время, еще они находят любовь. Здесь познакомилась самая высокая пара Украины – Вова и Диана Бондарюк. В феврале у ребят появилась на свет двойня. На одной из встречи высоких людей… На первой одесской встрече. Да, на первой одесской встрече. Это было почти три года назад. Да. Ну, случайно встретились, а потом начали переписываться в социальные сети ВКонтакте. И потом встретились, пообщались, погуляли, ну и так же ввязались в наши отношения. Да. Теперь мы семья. Организаторы всегда рады новым лицам и призывают всех высоких людей вступать в их ряды. Кристина Немченко, Яна Нестеренко, Алексей Филиппов, Седьмой канал. В Одессе снова пройдет фестиваль ретро-машин. На Одесском морвокзале покажут уникальные авто и мотоциклы, которые хранят историю и заставляют коллекционеров нервничать не на шутку. Кто реставрирует уникальные старинные модели и как собирают байки, расскажет наш корреспондент Яна Нестеренко. Машина возит тело, а мотоцикл душу. Чем живут настоящие байкеры и почему они так любят свое дело, сейчас узнает Седьмой канал. Это мастерская клуба МСС Мотолайф Одесса. Здесь собираются любители железных коней. И не только, чтобы погонять на байках, но и дать некоторым из них новую жизнь. Это Иш-49К. Старичку уже 54-го года выпуска. Пытаемся ему давать вторую жизнь. Он у нас третий по счету в реставрации. Практически каждая реставрация начинается с сердца машины. И это двигатель. В данный момент будет сниматься неродной двигатель, который с планеты, по-моему, с СЖК тут поставлен. И устанавливаться откапиталенный, полностью отреставрированный родной двигатель СЖК 49-го. Мы проверим его, заведем, послушаем, кинем временную проводку, поймем, хорошо ли сделали двигатель, все ли с ним в порядке. Андрей – вице-президент клуба. Говорит, что этот К-750 посвящен памяти деда и его любви к мотоциклам. Проект достаточно серьезный. Занял он больше года. Мужчина вложил в него более 100 тысяч гривен. Выезжает достаточно часто и на работу в том числе, и на байк-фесты всякие. Ведет он себя прекрасно. Старая техника супер, едет, проблем нет. Окружающих получает море удовольствия. Меня там все сигналят, показывают, как это здорово. В своей очереди на реставрацию ждут и еще несколько мотоциклов в подвале. Но пока еще не сезон работ. Байкеры говорят, что лучшее время для сборки – зима. А пока они уже во второй раз готовятся к участию на фестивале «Байк, касс энд рок-н-ролл». Думаем, что это движение будет развиваться. Вообще, как бы это интересно, чтобы старая техника не отправлялась в металлолом, а возрождалась. И молодое поколение тоже могло прийти, интересующееся, посмотреть, увидеть. Еще один участник фестиваля «Байк, касс энд рок-н-ролл» Сергей Сидоренко. В его коллекции более 30 ретро-автомобилей. И все они на ходу. Уже около 10 лет он собирает старые машины и восстанавливает уникальные модели. Говорит, что благодаря любви к раритету у него появилось много друзей. Когда начал коллекционировать, очень много друзей появилось в разных городах, в разных сферах. Особенно по ретро-автомобилям. И люди очень разных даже возрастов. От 20 и до 70 с лишним. И все, как бы мы, все такие, как бы больные этой темой. Ищем, друг другу помогаем, меняемся где-то, какими-то запчастями. В гараже Сергея стоят машины, которые участвуют на всех парадах и главных праздниках города. Это и пожарная, и милицейская машины. Ну а самый старый автомобиль в коллекции – Форд 30-го года. С сыном ее привели в такой вид, как нам, как бы, попросили сделать для съемок. И от она снялась в фильме «До свидания, мальчики» и фильм «Черные кошки». С 13-го года она стоит здесь в уголочке, спрятанная, заваленная. И ждет своего времени, может, когда-то опять что-то начнется. Хорошая в съемочных площадках. Основная идея самого фестиваля, как и цели, которые преследуют многие реставраторы, это восстановление истории в визуальном плане. Машины по-своему отображают эпоху. И людей, живших в те времена. Как нельзя лучше, мне кажется, когда все съезжаются на одно мероприятие, хвастаются своими достижениями, своими реставрациями. Остальные люди могут прикоснуться к этим предметам и ощутить себя в те времена, времена наших отцов, дедов. О многих из этих машин я бы даже сказал прадедов. К слову, в последние дни лета на Одесском морвокзале можно будет увидеть старое авто, но уже с новой историей. Фестиваль ретроавтомобилей и мотоциклов запланирован на 20-21 августа. Яна Нестеренко, Алексей Филиппов, Седьмой канал. Журналисты против реформаторов. Эти команды сожлись в благотворительном футбольном поединке за кубок председателя Одесской АГА. Таким образом, они собирали деньги на закупку спортивного оборудования для Березовской спортшколы. За сборную журналистов играл наш корреспондент Александр Полуев. Ну а как проходил футбольный поединок, расскажет Анастасия Кожушка. Это ученики Березовской спортивной школы. Они очень хотят, чтобы им приобрели новое оборудование, потому что уже долгие годы они тренируются на обычных матах. А это очень травмоопасно. Оборудование очень дорогостоящее. Один гимнастический ковер, если делать своими руками, стоит где-то 200 тысяч гривен. А мы работаем на простом полу. В поединке состязались две команды. Это сборная журналистов, куда вошли представители 112-го канала 5-го, Ньюс Вана, Си Ти Ви, Чиста Ньюс, канала Футбол, а также 7-го канала. А за сборную реформаторов играли сотрудники Одесской ОГА. Это была инициатива киевских журналистов. Есть Ольга Витак, такая очень умная девушка, работает на канале Верховной Рады. И она вот эта энтузиаста. Они нас назвали командой реформаторов. Это не мы какие-то самозванцы, чтобы мы сами назвались. И тут вся украинская медиа представляет. Мы собрали тут в Одессе две команды, которые не есть профессионалами, но они любят играть в футбол, чтобы мы помогли собрать детям деньги для спортивного обладания. Матч длился несколько часов. Игра была очень насыщенной. Со счетом 1-1 в основной игре и 5-4 по пенальти победила команда журналистов. Последний решающий гол забил журналист и ведущий 112 канала Тигран Мартиросян. Выиграли по пенальти. Где-то нам повезло. Наверняка футбольная лотерея, так называют серию пенальти. Но хорошо. Главное, что вон, смотрите, сколько детишек. Все они сегодня счастливы. Все они сегодня празднуют. У них сегодня замечательный день. Впечатления отличные. По пенальти удалось все-таки выиграть. Второй тайм, в принципе, игра была больше в нашу пользу. А за бомб Олегу пообразали. Но в любом случае главный приз в этом поединке получили дети. Ведь на собранные средства им купят новое спортивное оборудование. Анастасия Кожушка, Алексей Барановский, 7 канал. Ну и пока у нас на этом все. Следить за новостями 7 канала всегда можно на официальном. Сайте, в твиттере и социальных сетях. Но если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам в редакцию. Телефон 726-3226. Итоги дня подведем, как всегда, в 20.00. Оставайтесь с нами. Это наш город и ваш седьмой канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...